Всем привет, с вами как всегда дезертируем и мы снова продолжаем проходить Ассасин Скрит 3. Надеюсь вам понравится. Ну что, давайте потихоньку поедем. Пойдем, поедем. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но большего мне и не нужно. Возить товар из плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Сейчас опять быстренько прокатимся здесь. Заодно послушаем их диалог, может он как-то изменяется, не знаю. Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана. Крепкий аромат возможностей. Правильный настрой, дружище. Мы несемся быстрее самого ветра. Ха-ха! Матросы весьма обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном пираты у наветренного пролива между Кубой и Испаньолой. Понятно. Да. Там оживленный путь. Как говорится, несемся на полной скорости к новой жизни. Ну что ж, мы вышли на новый, так сказать, рубеж. Как и в тот раз, как и в конце серии. Не знаю, мне нравится кататься. В кораблях. Это, наверное, самая любимая часть у меня будет в Ассасине. Это все равно, что в Баттлфилде дают, например, погонять на сверхзвуковом самолетике. Или поездить на танках. Я успел немало постоять у руля. Два года был матросом на Капере. Черт, повери! Вот жизнь достойная мужчины! Столько приключений! Изумительно! Да, странного я видел немало. И еще предупрежу заранее. Я буду стараться читать, опять же, каждые полученные нами бумаги. Именно бумаги. Да, то есть... Прекрасно! Много обещающим. Это может затянуться. Поэтому, если вы увидите, что я читаю долго один текст, лучше это проматывайте тем, кому не интересно. Чтобы, кстати, мне сразу не задавались опросы... Спокойнее. Ну ладно, потом. С возвращением. Ну, показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. Вверх. Посмотрел. Вот так. Вниз. Что за... Пока все хорошо. Я, кстати, что-то эту девушку не помню. О, боже. Ну, ты в проекте образец 17. Я уже понял, что я в обстарке. Для начала тебе понадобится вот это. Ну вот. Че? Раз, два, три, привет, бонжур. Себон? Работает? Ну что, прогуляемся? Я... Выходит, исследование памяти тебе не в новинку. Странно, что опыта мало. Вкребу там обстарка. Потоки данных стабильные. Солидно, да? Этому зданию всего полгода. Но Абстерго Энтертеймент работает уже несколько лет. С 2010-го. Где-то в предках должен быть японец. Мать его бабки поматерила. Знаешь про Liberation? Наш первый проект с технологией Animus. Это было только начало. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы Animus по всему миру. Только пассивный режим, конечно. Адаптация истории. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого полноценного проекта. Карибские пираты. Работа для тебя. Надо подождать. Спасибо, Нэнси. Бонжурне. Чем-то она мне фейт напомнила. Менефик. Мерси. Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Круто. Давай, включай. Он классный. Да ладно. Классный коммуникатор. Круто. О, можно. О, там даже в нем покопаться можно. Памятка сотрудника. Памятка сотрудника. Ваш путь к успеху в Стерго Интертеймент. Это свежий взгляд на вещи и уникальные методы работы. Огромное количество возможностей может сначала шеломить вас, но мы здесь для того, чтобы помочь вам освоиться и приступить к работе по достижению вашей мечты. Развлечения нового поколения, вдохновение всегда приходит неожиданно. Мы начинаем как отделил развлечений технологической компании Абстерго Индестриз, где исследования генетической памяти подробности позже привели к удивительным и захватывающим результатам. Сегодня благодаря широкому диапазону средств передачи информации от игр до книг, фильмов и комиксов мы не просто компания развлечений. Мы предпочитаем называть себя компанией, которая изучает историю, опираясь на науку. Отличные гены, надо сказать. Итак, вот здесь вот показана, так сказать, линия, да, то есть времена инноваций, что когда происходило и опять же перевод этого всего. 37-й год Абстерго Индестриз была основана с амбициозной целью сделать передовые результаты научных достижений доступными для всего человечества, для широкого и ответственного применения Абстерго Индестриз, одной из первых, начала поддерживать профсоюзы. Сейчас наши взаимоотношения с сотрудниками еще крепче и теснее всех наших компаниях, включая Абстерго Энтертеймент. 40-й год Осознав ответственность за предоставление возможностей своим сотрудникам и всему миру, Абстерго Индестриз берет на себя роль глобального лидера и принимает участие во многих основополагающих проектах 20-го века, среди которых учреждения Всемирного банка и НАСА. 78-й год, созданное первое устройство Анимус, появляется наука об исследовании генетической памяти. 2009-й год После 25 лет тщательного тестирования генетической памяти становится доступна для общего использования, Абстерго Индестриз создает первый отдел для производства экспериментальных программ на рынок развлечений. 2010-й год, прототип отдела развлечений Абстерго Индестриз выпускает первый продукт. После проекта «Наследие» этот социальный феномен завражил публику, позволив людям переживать генетические воспоминания исторических личностей и малоизвестных героев прошлого. 2011-й год в своем отделении развлечений Абстерго Индестриз тестирует новую исторически стилизованную многопользовательскую симуляцию. Этот эксперимент вызвал восторг у нового поколения игроков, охваченных духом соревнований и стремящихся превзойти друг друга. 2012-й год совместно с крупным издателем видеоигр Ubisoft... Оу, да ладно. Assassin's Creed 3. Прикольно. Абстерго Индестриз выпускает проект Assassin's Creed 3 Liberation, и публика впервые узнает историю падшего ассасина Авеллы... А, вот то есть они все-таки изменили немножко, да? Окей. Которой удалось вновь обрести себя в Ордене Темплиеров, так рождается современная классика. 2013-й молодая птица покидает гнездо, отдел становится независимой компанией Абстерго Интертеймент, и ее акции начинают продаваться на бирже. 2013-й год Абстерго Интертеймент приезжает в новый офис в Монреале, провинции Квебек, Канада, город изысканной кухни, грациозных шоу, огромных магазинов и удивительной местной культурой. Объединяет в себе шарм старого света и энергию нового, поддерживая идеальное равновесие для развлекательной, исторической, научной и инновационной компании. Настоящее и будущее к команде присоединяетесь вы. И это рождение новой звезды, будущее становится еще ярче. Ну дальше наша роль, тоже опять же все описывается, и в переводе это звучит примерно так. Мы всеми силами стараемся привлекать самых талантливых людей разных профессий, инноваторов, продюсеров, слушателей, которые всегда знают, что нам нужно, даже раньше нас самих. Вы будете чувствовать себя как дома, работая в нанимусе и изучая историю со всей тщательностью. Кто знает, может быть именно вы обнаружите забытые технологии для будущих поколений. Узнаете о тайном обществе, разгадаете шифры или найдете удивительную связь между загадочными документами. Это может стать началом чего-то прекрасного или поразительного, или вызывающего. Все это есть в истории. И все секреты человечества у вас под рукой, благодаря генетической памяти, которой мы вам вверяем. Интеграция. В Абстерго Энтертеймент мы ценим тех, кто умеет быть частью целого. Вот почему у нас железная иерархия, которые оставляют всю организационную работу нам, а вы делаете то, что умеете лучше всего. Собираете материалы, занимаетесь творчеством. Не надо опережать события, мы сами о вас позаботимся. Итак, дальше работа в команде. То есть все вот это вот. Практическая вся информация, которая здесь будет, это графики, отпуски, пособия. Итак, рабочие часы с 80.30 до 17.30, но может начинать в 10.00, только не удивляйтесь, если история так вас увлечет, что вы забудете уйти домой. Отпуск. Всем порой хочется отдохнуть. Первая неделя отпуска положена вам после 3000 часов работы в анимусе или года в Абстерго Энтертеймент. Смотря что наступит раньше, время пролетит незаметно. Пособия и льготы у нас самые лучшие в мире условия страхования жизни, и это только начало. Питание и зоны отдыха. В нашем распоряжении будет все, что необходимо для комфорта и продуктивной работы. Загляните в Атриум, где есть все от свежих суши и до свежайшего органического кофе. Класс. Система безопасности. Ваш коммуникатор предоставит доступ во все необходимые вам зоны. Многообразие и гендерное равноправие. Абстерго Индестриз и Абстерго Энтертеймент понимают, что человечество получит наилучшие результаты, если самые блестящие уму миру и общество будет работать. На его благо, если у вас есть идеи по развитию незаслуженно забытых отделов, мы ждем вас в отделе кадров. Неразглашение. Вы можете трубить о своем восторге и преданности Абстерго Энтертеймент в любых СМИ. Да хоть с крыши, если вам не хочется. Но помните, за исключением отдельно оговоренных случаев, ниже следующей информации разглашению не подлежит. Подробности проектов, их названия, даты, выхода, темы, персонажи и другие индивидуальные черты расположения кампусов Абстерго Энтертеймент и Абстерго Индестриз, состав рабочих групп, включая непосредственных руководителей, отчеты и данные о состоянии проектов, упоминания о технологиях, партнерах, филиалах, распространительных информации о продажах или иная дополнительная информация о разглашению не подлежит. Во избежание утечки данные сотрудники настоятельно не рекомендуется работать во время путешествия. Если это нельзя избежать, рекомендуется использовать ноутбуки, планшеты и другие устройства только в отелях и переговорных комнатах, одобренными Абстерго. И не использовать в общественных местах. Это, по-моему, продолжение... Да, это пособие льгот. У нас самые лучшие в мире условия страхования жизни. Это только начало, питание и зоны отдыха. В вашем распоряжении будет все, что необходимо для комфорта и продуктивной работы. Загляните в Атриум, где есть все. Так. По-моему, я это читал, нет? Да, я это читал. Так странно, что они... Ладно. А генетическая память, как это работает? А никто не знает. Шутка. Это безопасный и закомментированный процесс. Этапы получения, извлечения, исследования, редактирования. То, что порой называют животным инстинктом, доктор Уоррен видит, как растил генетической памятью. В нашем ДНК заключены записи жизни наших предков. Анимус — это устройство, которое преобразует генетические воспоминания в трехмерный объект. Это окно в прошлое, которое позволяет пережить историю, не меняя ее. Изменения происходят позже, на этапе редактирования. Когда-то мы исследовали генетическую память только собственных предков. Ну, а теперь можно изучить память любого предка, если у Абстерга Интертеймент есть соответствующий генетический образец. Это все, что... Это все практически без побочных эффектов. Примечания записи генетической памяти отдельного предка перерываются в момент зачатия, когда происходит передача генетического материала. Итак, строение плана. План зданий. Да, вот, можем на него посмотреть. Это план, видимо, основного здания, то есть первого этажа. Ну и мы убираем коммуникатор. Кажется, что у нас тут не очень строго с безопасностью. Просто коммуникатор — это универсальный ключ. Вот. Но такие вот будут чтения. Я постараюсь, конечно, это считать как можно быстрее, но, блин, ребят. Тут уж как получится. То есть если я буду прям совсем тараторить, вам же это будет непонятно, наверное. Ну, и будет много ошибок. Но уже мне нравится, кстати. Все прикольно, красиво выглядит. Видишь мигающий сигнал? Есть контакт с лифтом. Только после вас. Нам в студию проекта образец 17. Второй этаж. Даже без кнопочек просто вот так. Еее. Да, я хочу на этот этаж. Круто, кстати. Прикольно, мне нравится. Чисто в теории такие технологии могут быть уже доступны. Вперед. В принципе. О, это наш босс Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Бонжур. Салю, мляни. Сова бьен? Спасибо. Это наш новый сотрудник. Первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Хейтен. Конор. Эдвард. Пират. Добро пожаловать. Очень смешно. Можно поговорить у тебя? Да, только устрою человека минут пять. Сайбон. Рад знакомству. Прям такой пират. Этаж проекта образец 17. Исследуем память одного очень ценного дома. Оба-на. А это можно было подбирать? И как наши орудия генетически обусловлены плодой нашей ментальной и культурной активности, так и этот мир, каков он сейчас есть и каким он будет, проявление первой воли, проявление трудов их, и принадлежит от того не нам, но им. И это верно и хорошо. Провода, кабели и сети, что окутывают сейчас земной шар, принадлежат ей. Они должны стать ее телом и разумом. Воу. Жестко. Ну ладно. Дезмонда Майлса. Берем самое интересное из его ДНК. И я очень надеюсь, когда-нибудь все это выльется в невероятную историю. Этот недотепа Джон, наш чудо-айтишник, чинит кое-что для тебя. Я не чиню, я отладчик. Отладчик, да. А вот и он, твой персональный рабочий анимус. Прошу, садись, расслабься и найди что-нибудь интересное. Уже нашел фигурку ассасина. Если нужны подсказки, в анимус загружены обучающие программы. Разберешься. А я зайду позже. На абордаж. Окей. Так, там, кстати, еще одна такая, у меня, походу, висела, нет? Да. Жизнь священная и проста, драгоценная и ничтожная, переходящая и вечно, потому что... Потому мы покоряемся. Жизнь могла зародиться в первичном болоте и зловонной чаши Петрии. И потому мы покоряемся. Те, кто пришел... Раньше вдохнули в наш жизнь и могут столь же охотно забрать ее, воспротився мы и их изначальному плану. И потому мы покоряемся. О, как. Как тут прям все. Так, стоп, нам... Нет, нам вот сюда вот... А, ладно, потом осмотрю этот офис, я думаю, у меня, в принципе, будет... Хотя... Можно же пробежаться по нему. Тут разные, видите, люди есть. Там с гитарой, например, вот, чувак. Ух ты ж. Тут столько интересных. Так, стоп, откуда у него... Вау, какой классный костюм прям, это из разряда японского какого-то. Так, чувак тут, видимо, совсем за работой... За работой сидит. Ну, еще один. И все главные фигурки. Почему у меня всего одна фигурка? Это не... Это прям вот нечестно, совсем. Все здесь люди странные. Вижу еще одну такую же. Возьмите... Возьмем кино, что дарит нам ложь. Как было сказано однажды, 24 раза в секунду, возьмем граммофон, который сохраняет звуки, что должны быть мимолетные. Возьмем телевидение, чья глупость очевидна. Возьмем видеоигры, чья глупость скрытая. И все вы знаете, что хотите, чтобы там было больше порнографии. Вы же знаете, это правда. Хоу. То есть вот... Вот Ubisoft так вот в наглую заявили, что в их играх будет порнография. Так что ли? Или я что-то не понял. Но если в Ассаси не появится порнография, это значит, что они его слезали с Ведьмака, скорее всего. Потому что там даже одна из сцен... Помните, когда вот мы видели, ну, а-ля нашу жену вот этого Каппера, да? И... Чем-то вам не напоминает эта сцена, первую из сцен Ведьмака? О, тут еще одна такая же записка. Ой, четвертая. Э-э-э... В 17-м и 18-х веках мир стал безобразным местом века индустриальных революций. Обратили в прах его изначальный смысл. Тогда мы выпустили на свободу сотни и тысячи промышленных машин, не понимая до конца их мотивы и цели у самих истоков воплощения, ибо они были пока недвижимы и безмолвны. Вот так вот. О, а это что? А, это туалет. Это туалет. Мне интересно. Хотя... А, почему все бутылки пустые? Ладно, не все, вот эти пустые. Не, ну красивый, кстати, офис такой прикольный. Не знаю, как еще сказать. Окей, круто. Э-э-э... Бэй, он же вера на ба. Да? Ты у нас француз? Хотя, ну, ну, ладно, не важно. Пойдем посмотрим дальше. Оу, я думал, это еще одна из этих. А, здесь у нас что? Здесь у нас, видимо, и дальше офисы. А, это конференц-зал, скорее всего, какой-то. Такое ощущение, что я делаю просто обзор на компанию Абстерга. Ладно. Я думаю, пора присесть, скорее всего. Уже за свое место. Только надо его найти, оно, по-моему, вот здесь. Да, вот оно. И уже начинать работать на компанию, которая дала мне возможность... Добро пожаловать в Анимус Омега. Инструмент Абстерга Интертеймент для исследований памяти предков. Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта. Мелани Лемей. Вы стали участником проекта Образец 17. Ваш объект... Эдвард Джеймс Кенвей. Дата рождения 10 марта 1693 года. Суанси, Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра нейротрансмиттеры включены. В общем, все включено, и все работает, и все это отлично. Вау. Красиво. А почему не на движке игры? Это все-таки заставка получается, я так смотрю. Потому что она более сглаженная такая, нежели игра. То, что большинство, кстати, заставок, все идет в режиме пешка игры. То есть, прям на нем сделано. Ах, волшебная гавана. Я тут уже бывал. Ммм, неизгладимые впечатления. Ну, вот типа как вот эта заставка. Знакомые лица? Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно. Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Шутник-то какой, а? С девушками там, смотрю, заигрывает. Совсем недавно Англия с Испанией вели войну. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул, скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же. Так я решил надеть. Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай недопониманий. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпьете. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько же надо было награбить, чтобы угодить сюда? Ну да. Имелось в виду вот тех пиратов. То, что, мол, добро пожаловать пираты. Ола, леди. Вы близко знаете китал? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет. Что, вы правы. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Кстати, я сейчас поставлю быстренько на пауду. Я скажу так, что периодически будут выходить серии, где я буду тупо бегать по городу и собирать различные нычки, потому что я хочу прокачать все-таки своего персонажа до конца, да, то есть до конца игры, скажем, до самого последнего момента. И хочу, чтобы он был уже к этому моменту прокачан и ровно таким, каким я его хочу видеть. Поэтому я буду бегать, собирать все по городам и, в общем, выполнять какие-то миссии, да, такие вот дополнительные. Вот эти серии тоже будут выходить, если вам не так интересно их смотреть, то, ну, там уж сами решите. Вот. А еще, возвращаясь к вопросу о том, спиратил я игру или не спиратил, это пиратская версия, да. Все-таки Black Flag, черный флаг пиратов. Я верю, что надо играть в пиратскую версию. А вот, так что вот так вот. Хотя лицензию я тоже заказал, но она пока мне еще не пришла. Вот, ну ладно. Вот, здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан, такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе. О, хорошая парочка. Братья и близнецы. Так, это, видимо, он имеет в виду вот этого. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Отлично. Ну, давайте покупать. Что мы можем купить? Клинки. Нам, видимо, предлагают купить вот это. У меня есть возможность купить... Блин, а я тебе могу... Кот купить каперский этот, если еще сейчас соберу чуть-чуть. Блин, давайте соберу. Э, почему... Блин, я выйти не могу. Ладно, придется вот этот покупать. Или купить... Да, я знаю, 800 купить сразу этот. А, черт. Меня вот прям вот заставляют его купить. Сволочи. Этот мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но... И он сгодится. О, черт возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну. С внутренним двором. Я думаю, нам наверх. Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Ха-ха, да. Неплохо сказано. О, ну вообще интересно, конечно, вот такой момент, что прям на людях как всегда забирается, и на него никто не обращает внимания. Мне всегда это нравилось. Упс. Ты че... Че ты делаешь, чувак? Все, вот, синхронизируемся. Смотря в... Церковь, мы синхронизируемся по кругу. Ну, ладно, не будем обращать на это внимания. Мы близко. Опа, она. Там, кажется, вор. Стой, или я тебе колени переломаю. Так, а ну... Ты дурак! Матагазо! Не в тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Ну, я удерживаю, и че? Вот, все. Видимо, глюк просто был. Так, нет, не туда. Не туда, не туда, не туда, не туда. А, это, видимо, полоси вот эти вот. Как они называются? А нам вот сюда вот. Тунка, слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребья. Да уж. Конечно, отребья. Мы на месте. Комнаты для всех. Трикса. Подозрительный бар. Не спешите. Я буду тут. Приятно встретить валейца в стране Даго. Сам из Англии. Коротаю время до следующей войны. Повезло, Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Ну вот. А хотел спокойно посидеть, попить. Я предупреждал. А нам еще и нос разбили. Хотите драки? Будет вам драка. Минус один. Ну же, сюда. Сейчас проверим вашу силу. Опа. Бросок. О, как его отбросило-то назад. Вот я люблю этот движок, конечно. Мне очень нравится. Ой, не успел. Отпустил. Так, не понял, а почему я слышал английский? А вот и контратака. Это что? Давай! Так, ну, просто контратакуем их всех. Добиваем. О, кстати, блин, слушайте, красивые приемы. Мне нравились. И они разные же, самое интересное. Нам, видимо, показывают все приемы, которые здесь есть. Ну, конечно. Дымовая бомба. Нажмите 6 и F, чтобы бросить. А-а-а. Шеф, F. 6-F. Побежали. Забиваем на все вообще. Должны убежать на самом деле. Бежать так, чтобы нас, естественно, не нашли. О, блин, как бы мы можем бегать. Смотрите только. Хопа, хопа. Прям красавцы, как-то. Хоп. Хоп. Прям красавцы, как-то. Да стой, ты дура. Мне на самом деле нравится вот так вот бегать по городам. Вот по этим, они очень прикольные. Возьмите. Здание выполнено. Вот чисто невзначай вот так. Блин, я карманник от них схватил. Миссия мне в целом понравилась. Я думаю, что оставить отзыв можно, да? Я так понял. Отоценить воспоминания. Ну, боже. Ой. Ой. Я его не оценил. В общем, это была первая миссия в городе. О, смотрите-ка. Так, а почему я его догнать-то не спал? Так, чувак там бежит от меня. Бежит, бежит. Чем он бежит. Я его догнать не могу. Давайте попробуем тоже забраться наверх. Да стой ты, дура. Да не запрыгни. Это... Это Кенуэй. Пират. Пират. Спасайтесь. Черт. А! Почти догнал. Ну вот почти догнал. Вот, кстати, мне интересно, он вообще рандомно брыгает и бегает, или вот у него фиксированные какие-то прописанные движения? Может же он, наверное, рандомно бегать, правильно? Так, все. Ты меня достал, конечно, я бы тебя бы убил, но ладно, не буду. Ну, спрыгнул я, спрыгнул еще раз. Что тебе не нравится, я спрыгнул? О, да ладно. А, ну, хотя, да, тут есть противники, которые могут так делать, пить. В общем, на такой вот веселый нотик, да, заметили, но мы все-таки смогли отбиться. Я думаю, мы и закончим эту часть. Всем, как говорится, спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Я надеюсь, вам эта часть понравилась. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok